Возвращаемся в прямой эфир и продолжаем нашу сегодняшнюю бесконечную трансляцию. Какой это матч? Шестой матч дня. Четвертая Best of 1. Последняя Best of 1 сегодняшнего первого полуторного уже игрового дня на Шанхайском мажоре. Вот она сцена и вы видите, что уже пошел пик. Китайское дерби. Чемпионы International 4 и вице-чемпионы International 5. Одна из этих двух команд прямо сейчас отправится домой. Прямо сейчас возьмет Инчу. Нет, пожалуйста. Минус очко. Вот она Инча. А кто ставил? Я сказал, что она будет баня. У нас был спор перед матчем на одно турнир. Инчу поставил, что Инчу забанят. Смайл ставил, что Инчу пикнут. Инчу пикнут и Смайл выигрывает одно очко. Ну и сразу пройдусь по прогнозам вашим. Вы тоже голосовать можете. И уже голосовали вы в группе ВКонтакте за Цдекль, за Ньюби. Так вот, на Ньюби поставили ПГГ жжет мы Смайл. А Инчу ставит на команду Сидек. Вот так. И сейчас я проверю, на что ставите вы. Мы сейчас с Смайлом поспорили по поводу длительности игры. Инчу сделал ставку на то, что игра будет короче, чем 40 минут. А Смайл? А, фрагов. 40 фрагов. Если ровно 40, это расход, правильно? Если ровно 40, это Смайл победил. 40 плюс мои остальные минусы. А 39, это я победил. А вот тут уже можно менять предикшен победителя после этого Doom Phoenix. Но, сори, я уже все поменял. Да, Doom Phoenix. Где-то я видел уже в какой-то игре. По-моему, это было месяц назад. Это вот Doom Phoenix. Я где-то видел Бестмастер Энча, где-то в прошлой игре. Бестмастер Энчу я тоже видел. Позапрошлой. Какой у них винрейт-то вместе. Virtus.pro против команды Вичи Гейминг. Да, да, да. Если закрыть, то он, в принципе, в бане герои не те. Как раз показывает нам сейчас команду. Какую команду? Virtus.pro. Это не совсем Virtus.pro. Это они. Думаешь? Да. А вот Вичи. А вот Вичи Гейминг. Ладно, не сбивайте с толка. Цидек на ваших экранах. До этого были Ньюби. Ну, блин, люди могут смотреть, которые не знают, как там выглядят игроки команды Ньюби. И они там, только один, по-моему, сидит в кофте с названием. Так что можно перепутать, кто это. Так можно чего Аня не знать. Ну, он там спрятался, может. Так же, как и агрессив. Ее не видно. Там остальные так-то, по факту, кроме чего, они нонеймы одни, как бы, да, у Ньюби. Там Му, Хао. То есть, ну, непонятно, ребята. Вот просто посмотрите на эти пики. Вот же Кирнаута уже нету. То есть, играть не повторится как минимум. Ничего не могут придумать своего. Одни слизывают стратегии с европейской дота-сцены, с командой, например, Альянс. А вторые просто решили, давайте мы попробуем сыграть как Вичи Гейминг. И, может быть, победим. Ну, Дум Феникс вообще неадекватная, невнятная какая-то комбинация. В чем ее смысл? Пока не очень понятная. Мы видели это только что от Вичи. И они ничего не показали этими двумя героями. Да, неплохо отставили Лайн, сделали ФБ. Но, блин, можно поставить Андайинг с Джакирой и неплохо отставить Лайн. И, пожалуй, это поинтереснее два героя, чем Дум Феникс. Какой глубокий смысл в этом? Да, причем они стояли очень плохо. Тем более, что только что мы видели игру. Как вообще можно проходить вот этой слабой своей даблой? У тебя стоит Дум и Феникс. У тебя нет ни одного стана, чтобы помочь друг другу. И ты стоишь против Инчи, Лесника. Ты стоишь против Джиггернаута, Бешеного Нюкера. И ты стоишь против Леона. Это один из самых лучших дизебл вообще, который есть. Ну, то было в прошлой игре. В этой игре уже не будет точно Джиггернаута, потому что он в бане. Я думаю, можно любым другим разбавить тем же с Веном, какими он. Можно разбавить. А чем ты разбавишь Дума с Фениксом? Давайте ответный вопрос. Да чем угодно я разбавлю Дума с Фениксом. Можно, например, по Памбланцерам, ребят. Два героя с нулем армора на двоих. Просто ноль. И я бы сказал, с нулем вообще всего до какого-то момента. Ну, и сейчас там будет какой-нибудь Феникс с саппортом они сделают. Возьмут нормального оффлейнера, может быть. Это будет иметь какой-то смысл? Да нет, скорее всего, это им такая дабла и будет. Феникс сразу на линию. Дум начинает с секретного магазина, съедает крипа. Приходит тоже на линию. Они там как-то трутся, мешают кэри. Помешать они не могут, это безусловно. Но, блин, и Думу, и Фениксу нужен левел. И Думу, и Фениксу деньги бы тоже не помешали. Идеальный расклад, когда ты берешь вот этих двух героев, это не ставить Думу на четвертую позицию. Ты с Фениксом ставишь соло стоять на оффлейн, пускай там стоит и получает свои левела. А Дума стоишь керри. Я так и думал, что Вичи Гейминг будет играть в предыдущей игре вот с таким же пиком, ну так же. Но они решили сделать Думу четвертой позиции, взяли еще этого Свена. Всем нужны деньги, всем нужны левела. И давайте фармить. Ну, может быть, здесь Дум будет, так и керри, кто знает. Мы же еще этого на самом деле не знаем. Вивер от Седек и прикольный герой. Прииграл, по-моему, агрессивно. С Линкой легко убегать от Думы, ломать яйцо своими даблтычками. Да, да. Вивер классный выбор. Возьмите станов, пожалуйста. Каких-нибудь. Каких-нибудь? Какие хочешь станы. Это к Артуру. Был бы тут Артур, он тебе рассказал бы. Смотри, честно тебе скажу, Сверн против героев Седек это худший герой в Доте. Его просто нельзя взять. Тебя все кайтят, все тебя избивают, все тебя уничтожают, встанет через любые БКБ, и ты проиграл. Поэтому нужно более активное что-то брать. Тускар. Тускар. Нет. Это отличный герой. Ну, это неплохой герой. Против Вивера вообще чуть ли не лучше в Доте. Это неплохой герой, да, чтобы уцеплять на ранних лвлах, как раз-таки забегать и гангать его. Это хороший герой. Под Doom идеально заходит, в принципе. Ну, плюс мы знаем, Чуань на Рубике, это один из лучших игроков за всю историю Доты, возможно. Очень много он наиграл, очень большая практика у него. Поэтому здесь нет вопросов. Леон. Очень популярный. Кстати, такой момент хотел я отметить. Сейчас я его более точно отмечу. Леон, между прочим, имеет нынче винрейт. Процентов в 70, наверное. 76-77% из 13 игр. И он является, скорее всего, и Леон и будет тем героем, у которого будет самый большой винрейт по итогам всего турнира. Ну, не загрегай вперед. Леон вообще у нас попадает, по-моему, то ли в тройку, то ли в четверку, вообще по пикабельности на этом турнире. Он очень популярный. Нет, далеко не в тройку, далеко не в четверку, и даже не в десятку. Феникс обходит Леона с запасом. Ну, вот в десятку входит. Феникс обходит Леона на одну игру. Запас в очко. Да. Да, запас есть. Ну что, четвертый пик от Ньюби сейчас нас ждет. Ну, мы точно знаем, что Чуань, скорее всего, будет катать на этом чудесном Рубике. Действительно умеет, могет. Феникс. Флейн, Дум. Я бы на месте Льюби задумался, может, над какой-то Темплар-Оссасин. Да, вот этот... Вот это вот. Снова он. Сейчас пойдет в мидл, а на легкую возьмем еще спиктрук. А, Ахана в бане. Слушайте, а я реально шутил, когда говорил минуту назад, что давайте разбавим Думой Феникса и Фантом Лансера. На самом деле пик, если его правильно по линиям поставить, он неплохой. Я говорю, ставишь Думу на керри, он тебе сразу получает этот быстрый... А Фантом Лансер в мид? Да, Фантом Лансер в мидл. А потом Дум у тебя идет развлекать карту при получении там своего девятого... Фантом Лансер в фармить, да? Девятый левел, да. Он идет напрягать как раз-таки того вивера, когда он уже с барабанами, с вайзами и с даггером. Он его нафармит. Пугно-банц. К десятой минуте эти артефакты нафармит. Слушайте, я ничего не понимаю, но... На всякий случай. Вообще ничего не понимаю, но... Это чтобы застраховаться. Это чтобы Ньюби не пушили. Чем? Фантом Лансером, Думом и Рубиком? Вроде мы догадались вопросы не задавать. Все, я понял, извини. У нас обычно такая слово зачем, да, оно не имеет вообще никакого смысла здесь, поэтому извини. Ну какая пугна! Защищен, значит вооружен. Значит, может, они хотят взять супермага в последнем игре. Супермаг, да. О, Псидян Девур. Супермаг. Сукарасмаг. Сукарасмаг. Сукарасмаг может играть как макокерки. Забанили пока такого мага. Да все, Девауэр в ласт пик. Поехали, Ньюби. Могут так играть. Кстати, цедеки тоже могут взять себе Девауэр. Цедек пикают. В этой игре три агивищика. Почему они не хотят взять... А, потому что он первый бан. Все, я понял, почему они не хотят взять Девауэр. Это было бы странно, если бы не взяли Девауэра, который в первом бане. Если Ньюби сейчас не берут, если Ньюби не берут, сейчас старую... Давайте ваши ставки, господа. Вова, Вова, давай, нобрейнер, 3 секунды. А берут какого-то керри, то... Сайленсов. Вова, 3, 2, 1. Не пикнула ничего, нарандомила Мипаря. Придется играть. Придется играть. Слушай, Анатуре, а как вы считаете, какие шансы того, что Мипа может появиться на этом турнире? На этом турнире не может. Такие же, как Акс примерно. Не, ну ОДжи и Сикрет завтра играют друг против друга, там может быть бан не подожгут. 10 секунд. Это Бэтрайдер. Это Бэтрайдер от Ньюби. Играть можно, играть можно, играть можно. Давай, Думтери. Шики на Эмбери, Гардер на Леоне, Агрессив, конечно, на Вивере, Бесмастер. Суппорт инчат четвертой позиции. Му будет играть, скорее всего, в миде на Бэтрайдере. Да, и действительно, это опять-таки четвертой позиции Дум. Хотя, может быть, и оффлейн Дум, потому что начинает с Думом. Тулей, ну и может быть, это будет Ксио Тулей. Может быть, сейчас они посвапаются. Увидим на ваших экранах. Вот там справа. Полный стадион. Полный стадион. Темноты. Как фанаты сейчас будут болеть за свои команды? Они ждали этого дерби целый день. Неделю, я бы сказал. Вова, неделю. А я бы сказал, что мы захватили Шанхай, потому что фанатов Виртус Про русских здесь было больше, чем китайцев. Это факт. Это действительно факт. Ну что же, последняя игра первого игрового дня. Надеемся, что эта игра закончится до начала второго игрового дня. Супер Дерби. Сидек против Ньюби. Мы передаем слово нашим комментаторам, Касперу и Лексу. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. Еще раз с вами по-прежнему. Лекс и Каспер, как уже было сказано. И мы смотрим последнюю игру сегодняшнего дня. Я хотел сказать пекло, но потом немного передумал. Но я все же сказал это. В любом случае, Ньюби, Сидиэси, два китайских коллектива и Best of One. Заруба не на жизнь, а на смерть. Ну и давай, наверное, сразу пройдемся быстренько по составу, посмотрим, кто на ком будет играть. Команда Ньюби. Ле у нас будет летать на Фениксе, Хао, Фантом Лансер, Му, Битрайдер, Тулей, Дум, Брингер и Чуань на своем ультра-сигнатурном Рубике. Ну и команда Сидиэси. Кью на Энчантрас, Иксзет на Бесмастере, Гардер на Леоне, Шики на Эмберспирите и Агрессив на Вивере. Агрессив как раз-таки не на Эмберспирите своим сигнатурном, посадили его на другого персонажа. Интересно. Но я бы сказал, что Вивер может соответствовать его игровому стилю, потому что Вивер при должной сборке и должном рвении может и там на 15-17 минутке уже с какими-то барабанами, там тапками развлекать разных мягких персонажей. А тут их, в принципе, хватает. То есть тот же Рубик от Вивера отлетает вообще на раз-два. Фантом Лансер в действительности тоже не особо жалует Вивера, если тот в него нормально вгрызается. И могут быть определенные трудности у Ньюби, если CDC будут действовать действительно очень агрессивно. Ну, отметили уже многие, что очень похож пик частично на предыдущую карту. Что-то в этом есть. И снова Doom. И снова Лансер и Феникс. Ну да, совсем чуть-чуть. Ну, смотри, покупает себе Эмбер моментально ботинок. Понимает, что против Батрайдера будет очень сложно стоять. Все-таки это Напалмы, постоянно бутстакать. Хотя с ботинком можно хотя бы будет убегать от этого Батрайдера. Так что решение совершенно верное. Ну да, стики там тоже уже прикуплены. То есть Эмбер прекрасно понимал, куда он шел, против кого он будет стоять. То, что, конечно, это дерби, матч, который ждали многие на этом стадионе, то, что он сейчас, грубо говоря, транслируется только в онлайне, это беда. Это очень печально, потому что, как мы видели, китайцы очень сильно встречают именно свои команды китайские, что Ньюби, что CDC, что LGD, что Вичи Гейминг. Все встречались с огромными овациями. Ну, ничего не поделать, такие законны. Надеюсь, что порадует нас команда хотя бы в онлайне, чтобы будет крутая дота. Одна из этих команд будет играть и завтра. Начнем с этого. Но они играют завтра тоже, в самом конце. Я понимаю, но посмотрим. Если накладок с расписанием не будет, конечно же, тогда, возможно, и получится понаблюдать воочию у здешних фанатов своих кумиров. Но об этом уже попозже. У нас тут идет игра, у нас тут бегает Ку на Enchantress, мы видим с сатирочком. Хорошо туда намного спаунили. И вместе с Гардером что, они пойдут кого-то сейчас сцеплять? Гипотетически, могут они напрячь того же Дума или попытаться напрячь Феникса. Вот он, собственно, Феникс. Вылетает и сразу же начинает получать. Но, да, ничего критичного больше для Лей здесь не произойдет. Надо Хекс получить, только потом уже можно будет как-то выходить. Либо взять крипа, который имеет стан, либо дизейбл, будто тролль, будто кентавр. Без этого никак. Все-таки это Феникс. Мы понимаем, герой очень такой летучий, может сюда уйти. Что у нас по другим лайнапам? Что у нас там на центре? Было бы интересно посмотреть. Ну вот это, да. Эмбер против Батрайдера. И пока Эмбер особо не уступает самому оппоненту. Стоят наравне. Но вот этот ботинок, я думаю, очень сильно будут решать, что сейчас шики. Вот. Крипочки по Тауэрам, да, стики. Ну все, грамотный закуп. Очень грамотный. Смут, стака, не стака, слушай, а внизу. Игзит, Телекенесс. И еще один удар. Варивайр нажимает. И Власка еще пошла. И живет ведь. Уфлайнер команда CDC. Долго ли? Хао до конца. Копье через секунду. Копье надо закинуть. Хао. Хао, копье. И есть Ферсблат. А почему-то не стал прятаться вот сюда, вот в нишу направо, бестмастер. Я, честно говоря, думал, он попытается туда выйти. Не пытался даже. Просто перешел. Да, бежать прямо, это была верная смерть, потому что день, копье в тебе залетит, ты уже ничего не сделаешь. Но в итоге, да, мы видим Ферсблат для Фантом Лансера. И на топе тоже выход на Гардера. Ну, Гардеру тут против таких мощных героев хитаться и как-то размениваться здоровьем абсолютно невыгодно. Что транквил у него пока еще нет. И, может, встрять ли он на полном серьезе. Ну, там, если что, придет на помощь Энчандреса и Вир, поэтому я думаю, что ни Ньюби, ни Си Ди Си пока что не могут убить вот эти вот лени на топе. Там будут, возможно, бодаться, но до киллов пока рано. Вот на кью, на кью надежда, что таких он крипов возьмет. Пока что ничего интересного нет. Есть Смоук. Можно попытаться выйти в тот же Миддл, опять же с каким-нибудь троллем. Вот это будет поинтереснее. С Эмберспиритом, с троллем, с самой Энчандреса. Но троллей пока нет. И криклы очень слабенькие для гангов. Урсы, Савухи абсолютно не то, что ты хотел бы видеть. То есть хотя бы голем какой-нибудь. Ну, хоть что-то такое, что имеет дизейбл любой, потому что пока контроля. Маловато. Ну, довольно пока все пассивно начинается. Также игроки, в принципе, как и мы, долго ждали эту игру. То есть по местному времени уже час ночи. Поэтому, возможно, подустали. Возможно, нет. Всего 16 часов тусуются здесь игроки. Ну, ладно, возможно, некоторые не 16 часов, но в любом случае очень-очень долго. И как я в последнее время обычно привык поправлять и себя, и остальных, то что зачастую в таких условиях можно делать поправку на усталость в случае каких-то ошибок в микро, в макро. Ну, макро, наверное, нет, но в микро 100%. Просто потому, что ребята немного устали. Тяжело выкладываться на все 100%. Но это, естественно, необходимо, если ты хочешь пройти завтрашний день. Так, ну смотри, есть Кентавр, есть Смоук, есть Леон. Попытается ли выйти? Шанс хороший. Правда, там стан пока потратили. Ну, вот выйти бы куда-то, поубивать. Там на топе стоит так, один вполне себе нормальный агрессив. Да, и Смоук. Но куда пойдут? На топ либо на миддл? Там на топе... Ну, хотя, слушай, Дум, ну там земля. Там вторая земля, там сетка. Это не очень. Хекс, стан Леона, стан Кентавра. Этого может быть более чем достаточно для качественного забора. И, кажется, спалились. Спалились, да. Есть подкоп, Кентавр, стан, Вивер. Висит там минус армора и слишком много. Минус армора слишком. Да, землю вроде бы нажал. Под жуками, да. Но все равно это не помогло. Да, и плюс еще жуки эти висят. Очень мерзкие создания. И тоже неплохой фраг в исполнении Си, Ди и Си. Причем вот Вивера подкачивают по чуть-чуть. И я уже говорил про Вивера на 15-20 минуте, который гипотетически может начинать вырезать людей. Ну, без ботинка купил себе кольцо Регена. Им в аквилу выходит. Ботинок особо ему сейчас не нужен на линии. Потому что в шокучах атак ты бегаешь на 5-2-2. Когда-то была вообще мета Виверов без ботинка. Без ботинка, да. Да, и это было очень давно. Но Виверы до конца игры не покупали себе ботинок. Почему бы и нет? Ну и Хау внизу стоит, фармит также без особого проблем. То есть два кэри команд стоят и фармят сколько хотят. У таквила, при том она включена, плюс топорик. Ну и вот Кью вышел, убил и дальше фармить в лесу. И там скоро импетуса появится с такими успехами. Потому что он опять же на ганок пришел один раз, получил ассист и дальше фармить. И деньги, опыт. Да, и еще один Смоук покупает. То есть возможно будет еще один выход совсем скоро. Найдет крипа какого-то, да, и вперед. И смотри, приходит Doom на центр. Батрайдер, как я понял, пошел там делать себе стаки. И потом в перспективе будет их фармить. Так как Батрайдер очень хорошо все это может выфармливать. На этот лассо появляется, 1400, ждем быстрый блинк от Му. И вот с этим блинком уже, разумеется, выход в Смаках, какие-то атаки на Эмбер Спирит, на того же Вивера, на любого героя, в принципе, на карте. Да, причем CDC особо не контролирует этот момент. Я думаю, они подозревают, куда делся все-таки этот Батрайдер. Но пока оставляют все без присмотра. Помнится, когда Батрайдер тоже был в тренде, очень часто команды ставили ворды, заходили, забирали эти многоспауны при помощи каких-то заклинаний. То есть был действительно серьезный бой за нейтральных крипов. Но здесь, мы видим, этого не происходит. Это зачастую происходит как раз тогда, когда вот эта мета уже устоялась. И есть конкретные маневры по обыгрыванию каких-то конкретных персонажей. И еще один смоук от CDC. Седьмая минута, смоук номер два. Если еще и этот выход окажется успешным, то у Дайра будет все просто замечательно. Вот, кстати, там только что на миникарте обвели Ньюби. И, возможно, местоположение игроков команды Дайр. И, в принципе, они угадали. С небольшой погрешностью в тайминге. Но, по сути, угадали. И, я думаю, Чуайн должен очень осторожно обыгрывать этот момент. Ну, Чуайн показывает крипов. И вот сейчас, возможно, и подставится. Что пойдет. Нет, тут есть клиента поинтереснее. Да, это Хао выходит Шики. Хао сразу Дуппельгангер моментом. Ну, и вот его здесь должны цепануть. Чаины от Шики будут ли. А он что, уже прокастовал? Да, он прокастовал этот момент Дуппельгангера. И вот тут была браковая ошибка от Шики. Не нужно было спешить. И вот он, вот он. Небольшой косячок в микро. Тулей находит Эмбер Спирита. Эмбер Спирит сразу решил сломать шутки не шутить. Один пошел под сертвовышку. Спокойно убил через сварм. Таймлэпс нажал и дальше. Ну, слушай, вот агрессивый, правда, агрессивный очень. 2.0.0 стата. И фармит очень много. И вышку скоро заберет. Ему никто не мешает. Так, это такой весьма самодостаточный вивер. И я уже говорил по поводу стиля игры конкретно этого человека. То, что он может на таких персонажах исполнять очень-очень-очень агрессивно. Собственно, на то он и агрессив, если уж на то пошло. И теперь в мид. В мид собираются выходить. Такой притаившийся Леон. Мне очень понравилось. Подошел, как будто, знаешь, ночь на дворе вроде бы. Ну, да, просто Крип стоит на хай-грамке, поэтому видно чуть ли не до руны. Очень миленький был момент. Но, да, да. Такое ночью иногда происходит. Чуань, выходит. Лассо пошло в шики. Дум в шики. Все абсолютно в шики. Телекинез в шики. И шики в таверну. Немножки сагуял. Не пожалели. А почему бы и нет? Это эмберспирит. Так, тут Q. Что-то пытается сделать с СМУ. Нет у него еще импетусов. До шестого уровня не хватает. Там 175 опыта. А так бы, я думаю, битрайдеру могло совсем не поздоровиться. Ну, и думал. ТВ, все шикарно. Тысяча золота. Скушал он же Волка. Появляется дополнительный дэмэдж. Криты. И может какой-то имидас выйдет. Почему бы нет пока. Ну, наверное, Транквилл надо купить. Элементарно. А вот так даже вообще. Фейсбутс. Боевой думбрингер, опять же, и Волка скушал, и фейсбутс. Там криты будут выбивать. Серьезно. Ну, это травела от Хао. Сплитпуш от Хао. Будет намечаться. Будет по карте летать. Формить. По карте факту. Очень, очень ранее травела. Вот такие травела, они очень опасны. Потому что, если вы не уследили за ПЛом, ПЛ очень быстро компенсирует эту стоимость ботинок качественных. И, естественно, начинает выходить в плюс. В прибавку ко всему прочему. Он еще и сплитит вас очень жестко, как ты отметил. Так что, да, нужно на ПЛа сейчас начинать потихоньку обращать внимание. Ну, вот они транквил бутсы еще и на Бэтрайдере. У Бэтрайдера там уже скоро должно появиться лассо. Линк у него есть. Поэтому будем ждать выхода. Смоку это взять и выйти на любую точку карты. Не важно, куда вообще. Конечно, конечно. Можно, по сути, пока ловить абсолютно любую цель. Лишь бы был годный плюс один. Возможно, и плюс два. Ну, есть уже ультимейт. Это левел 7. Белт. Ну, выход. Классический стандартный некрономик. Он тут ничего необычного не будет. Ну, и вот смоку от Бэтрайдера, смоку от Энчантрес. И сейчас Ньюби будут выходить. Опять же, можно в Эмбера. Можно попытаться пойти даже в Леса Чужие. Там найти ту же Энчантрес. Вот они как раз кинетер-два вышки. Погруппировались. И сейчас полетят все из своей компании дружно. Притом, лучше даже не одного, а двух найти героев. Потому что тут еще и Феникс ультимейтом есть. Возможно, агрессиво хотят убить. Там, потому что он наглел и очень много фарма получил. И на то раз у него хороший. Сейчас его убить, это было бы просто шикарно. Но это Вивер. Это Вивер. Убить его так просто не получится. Тем более, обычно злят такие персонажи, которые еще где-то соло-фраги делают. Сразу знаю, что это информация от тиммейтов. А, погнали, его завалим. Он там на фри-фарме еще и фраг замутил. Все, надо его срочно уничтожать. И тут срок в ответ. Ну, по сути, вид одного бэтрайдера уже говорит о том, что здесь находятся все остальные. Да, вот он Doom, Phantom Lancer. И CDC перетягиваются, перетягиваются и будут пытаться давать бой, видимо. Ну, импетусы пылились. Писмастер есть с рором, поэтому... Ой, голем выходит. Голем. Ну, кидает в лыжники, ничего страшного. Отогнали просто CDC. В принципе, задефили свое Вивера, что самое важное. И отогнали противника. Вот, АПЛ, он уже внизу. Phantom Lancer уже начинает фармить. И все. Вы пока там бегаете, мнете булки на верхней линии. Пытаетесь как-то перераспределить свои силы. Возможно, думаете, идти пушить или не пушить. Пацан бьет крипов. Это очень опасный момент. И вот сейчас обратите внимание, там у Вивера 5.250. Там у АПЛ опять 100 надворца. И там минут через 5-10, я уверен, Phantom Lancer уже должен его обходить. На весьма и весьма округлую сумму. Ну, Турбик получил ультимейт. Теперь Чувань может ворвать, а тот есть что ворвать. Очень много полезных скиллов. Тоже Вивера соворвать. Шекучи. Бегать в инвизии, ворваться от инвизии с телекинезом. Либо просто уходить с файта. Вообще скилл полезный. Надо по кулдауну лосо ходить. Надо выходить. Вот говорит Чувань, давай пойдем куда-нибудь. Давай пойдем убьем. У меня есть смок. Побежали вниз. Там есть легкая цель, тоже бисмастеры. Побежали вниз. Значит, вдвоем убивать несложно. Файтбол, телекинез, лосо и шейки. Тут от цели зависит. Как раз вот Рубик с Бэтрайдером обладают не самым мощным прокастом. И если бы это был Бэтрайдер Вичдоктор, можно было бы говорить про... Ну да. А здесь без лишнего плюса не обойтись. Конечно, есть Хао, который может прилететь там в любой момент, где-то поблизости оказаться. И вот сейчас как раз та ситуация. Только Бэтрайдер к Хао перетянулся. Но и CDC, видимо, почуяли что-то неладное. Залетает птица на разведку. И теперь игроки команды Ньюби могут оказаться жертвами. Кажется, они это тоже понимают. Просто три телепорта сейчас на топ. И будет попытка отжать вышку именно на верхней стороне. Да, три героя остаются внизу. CDC. И на топе почти всем Ньюби получается. Так что файт просто за ивейдили. Ньюби решили откажемся от боя. Агрессив, разумеется, один не полезет. Он просто перетягивается на центр. Да, решили просто бесконтактный бой строить. Забрать товара и все. Интересное решение, да? Меня это немного настораживает. Потому что обычно вот эти негласные договоренности... Они на минут 60 затягиваются. Да, 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 да. Команды обычно... Это, знаешь, это так прощупывание. Мол, одни такие пошли, там вышку забрали. Такие, ага, мы вроде драться не хотим. Давай посмотрим, будут с нами воевать или не будут. И те такие, блин, что-то драться в падлу. Там сейчас где-то зальем драку. Преимущество вот это сноубол. Не, давай просто пойдем пофармим. Выйдем там в разминчик какой-нибудь. И спокойненько пофармим. В итоге действительно эти игры перетекают там в 60+, со счетом 2-2. Как у нас тут может быть, например. И очень бы не хотелось такое наблюдать. Но не исключено, что мы видим именно подобный расклад. И пока мы видим, что на топе хаоп продолжает поджимать. Добирается уже до тир-2 вышки. И внизу CDC отвечают ровно тем же. Только их там немного больше. Ну, снова ходят ньюби, но уже слишком поздно. Опять же CDC отсюда улетает. То есть не могу сказать, что они все файты выйдят. Они пытаются воевать, но не получают в этих смоках. Пока ты выходишь в смоках, соперник от тебя просто убегает. И это уже происходит не впервые. И поэтому 4 фрага всего лишь. Ну, там просто да. У Виверу хочется пару артефактов нафармить. А первый это обычный Линкен Свера за 5,5 тысяч. Поэтому вроде как он не с самого старта игры боеспособен. С Импер Спиритом та же история. Ему пока там БФ выфармить. Леон, Блинк Даггер условно или Линза. Бисмастер тоже Блинк Даггер или Некрон Микон. То есть всем что-то нужно стартовое. И это как вот раньше люди играли в Warcraft или Starcraft. Там 15 минут на развитие и, мол, будем сражаться. Вот здесь ситуация примерно та же. Пока активность наблюдалась только со стороны Ньюби, мне так кажется. И вот эти выходы были Бэтрайдера некоторые. Но Бэтрайдер тоже быстро понял, что дела не будет. Хотя, возможно, немного поторопился он с выводами. Возможно, стоит продолжать нагнетать обстановку и не давать Эмбер Спириту тоже пространство. Просто мы очень много говорим про Фантом Лансера. То, что он фармит, 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 фармит. Но мы забыли про однокнопочного Эмбер Спирита, который в унике. Контрит этого Фантом Лансера, да. Да, он просто уничтожает. Ну вот Леон скоро уже будет Блинк Даггер, тоже важный артефакт. Я думаю, когда его CDC возьмут, то с Леоном будут точно пытаться выйти кого-то и убить. Опять же, совсем скоро он появится. Относительно быстрый. Там, кроме Трактнила, ничего нет. Ну и Лансер в диффуза стандартный также выходит. Ну и полетел Мунси с Фениксом, полетели. Так, слушай, Хао, получает, выходит Шики. Должен догонять отличные фесты и с дабл дэмэджем Шики просто разрывают здесь Пэлла. И полетел Батрайдер. Батрайдер никого подцепить не получается. Видит Гардер, она очень далеко, очень далеко. Гардер с Фингером, он говорит, не пожалея. Вот он Фингер, Шики связал, Му живет. Му пока живой и очень сильно побитый. Особо агрессиво, агрессиво. Таймлэпс дожмет ли? Не успевает. Буквально там секунды не хватило. И минус 2. Ну, кажется, уже лапками замахивался. Там было не видно за Санреем и 50 другими заклинаниями. Но, да, Вивера там вроде отпустили буквально на долю секунды, но этого не хватило. И хорошие два минуса. Минус Леон, минус Вивер мы видим полторашечка по разнице голды для команды Ньюбив плюс. И Сиди Си, тем не менее, не унывают. Смотри, начинают прессовать по центру. И должны, наверное, забирать этот аур. Если не с этого заходят, то со следующего. Боже, что этот Феникс сделает? Этот Феникс своим Санреем замакшенным уже, да, очень больно. Там помнится в начале, в первых пару дней, и аналитики, и комментаторы такие хитро похихикивали с Фениксом замакшенным Санреем. Ну, силу, да, немногие знали, там, Санрейд, еще с какой-нибудь линзой в придачу. Да, во-первых, очень важно. Рейндж увеличится просто в каких-то невероятных масштабах. Вышка до Найтхау. Тир-2, кстати, вышка. Там на топе Тулей, но гардер без ультимейта. Хотя агрессив есть, но далековато, далековато Тулей уходит. Там еще Сантрек стоит. Без блинка. Он погиб, слушай, он погиб, мне не хватало, походу, совсем немножко, дабы купить этот блинк, да? И так ведь? Да, да, да. Но он, конечно, сейчас появится, но на минутку задержался точно. Ну, если бы не задержался, это фраг, например, был бы выполнитель. Да, и вот он, блинк, даггер на Леоне. Весьма-весьма ранний. 18-ая минута для Леона, который абсолютно... Ну, пятая позиция Леон, которую здесь не давали фарм, да, там фармилось все-таки больше степени энчандрес, а Леон так варды, сэнтри дасты. Ну, и Шики Персеверанс, разумеется, будет. Да, первый некромикон. Но вот для Вивера, разумеется, линкенсфера очень нужна, потому что лассо, потому что думу, и секунда на необходимо. Да, без линкки будет очень тяжело сражаться. А плюс, саму по себе линкенсферу тут вроде больше не особо есть, чем сбивать, конечно, со временем. Там еще какие-то, возможно, артефакты добавятся дополнительные. У нас тут попытка от Кью весьма наивная сделать тэп-аут, но Рубик, конечно, таких ребят не отпускает. Многие спрашивают, зачем диффуза покупают почти все герои, не то что фэнтплансера, а любые могут брать кэри. Ну, потому что вот это вот замедление диффузов очень сильное, оно реально очень решает. Вот когда тэнчатерсти может догнать, она бежит, убегает от себя, а тут диффуза на немаленьком ренже прилетает от себя. Я привык проводить некоторую аналогию с тем же башером, но для героев на ловкость диффуза добавляют очень много. Ну, да, там 35 ловкости на 2-х диффуза это солидная цифра. Да, тонов очень много, ну, намного больше, чем в том же там условном башере, а по деньгам они вроде как не сильно-то и отличаются. Ну, и вот он, блинк, леон, сейчас пытается, возможно, куда-то выйти с тем же экзи, там будет и рор, там будет и фингер, там будет много дизейблов, первая некра тем более есть. А бот райдер, форстав плюс блинк имеется. Вот один ст уровень, опять же, надо тут и там, и тем, и другим нужно побольше смоков просто выходить. Смок очень дешевый нынче стал, всего лишь 50 золота, поэтому надо это использовать. Чувань, кстати, Шикучи своровал, замакочный уже, тоже бегать будет, врываться. Правда, он сказал, очень мерзкий. Все, все, Шикучи закончили, своровал их совсем давно. Ну, вообще, Рубик с Шикучи, это классика жанра, это очень-очень мерзкая штука, потому что никогда не знаешь, откуда на тебя вылезут, и атака из смока становится еще более какой-то непредсказуемой. И вот он, смок от CDC. Куда побегут? Внизу никого нет. У них вообще вижна мало, поэтому, видимо, решили на Рошана пойти. Да, некра. И сразу пингуют то, что находится на Рошане, ребята. Ну, не особо быстро, хоть и обудет антача, баланчантрас, но там бы помощь плюс кого-то еще, например, агрессиво. На агрессиво, мне кажется, придет просто на халяву Айгиза, берет. Да, плюс у него более наружа. И когда там уже Рошана на 500 копает, типа, оп, привет, ребят. Ну, вот такая ситуация, например, и происходит. Ну, такие эгоистичные, в Айгизе. Знаем. Вот это я вообще вам предложил Рошана забрать, ну, и вот Айгиз для Вивера. И Линка, кстати, к нему тоже уже должна скоро лететь. Да, рецепт уже летит к нему. Курьерим. На Айгиз, вот он почти BF для Аниверспиритера. Ну, вот они потихонечку слоты для мидгейма появляются для CDC. Хорошо, а чем отвечает тогда Ньюби? У Ньюби вроде бы есть ПЛ. С ПЛ пока еще есть чем справляться. Как по мне, тот же Леон, например, может при должном внимании развалить половинку Фантом Лансера со второй половинкой тоже будет весьма легко совладать. Да, мы едем Мидас на Фениксе. В общем, игра предыдущая, она реально немножко повторяется. Ну, есть что-то да, общее. Shadow Blade от Дубригера. Вот это уже, кстати, интересно. Тут, мне кажется, одно из немногих отличий, это то, что у CDC теперь тоже есть два хороших мощных лейта, при том, что суппорты и оффлейн абсолютно никак не теряют актуальность с течением времени. Да, ближе к лейту. Enchantress со своим пьюрдэмиджем все так же хорошо стреляет. Beastmaster со своими дизейблами, некрономиклонами, аурами, он все так же хорош. Ну, там, плюс-минус. И подцепили лосок, опьет телекинез и продают просто одного Beastmaster. Опять же, никакого полноценного файта мы не видим до сих пор. Вот эти вот соло-фраги и не более того. Я говорю, игра повторяется. Только сейчас вот у CDC таймер тоже неплохо в их пользу-то тикает. У Nubi есть все тот же Doom, причем мы видели Doom только что купил себе Shadow Blade. Так что вроде это такая условно-наступательная версия Doom, но на сколько он будет наступать? Ritchie тоже вроде там и блинки собирали, и все остальное. И где это все было? Ну, вот этот Doom с блинком он ничего не делал, потому что Эмбер бы улетал, вьюр бы уходил. А вот Shadow Blade, вот эта вот неожиданная инициация, ну, выбор по мне такой очень грамотный. Потому что Эмбер улетает от этого Doom, пока он замахнет свои палки. Да, да, да. Важно просто играть. Да, главное этот Shadow Blade, опять же, как-то использовать, реализовывать. Потому что мы, опять же, за игру видели там один Doom. Все, Хао внизу вышку должен забирать, CDC ее не дефит, и на топе самих CDC ждут, пока придут агрессиво наказывать. А там будет подмога. Там стоит Гардер, который ворвется. Да, и Battle Fury у Эмбер Спирита уже готов. Тут уже второй таймер начал тикать в лице X, не XZ, конечно. А его тиммейта у нас очередное нападение на Бесмастера, уже два раза подряд погибает. Еще и Рор, зачем этого кастовывают Бэтрайдера? Для чего? Мне кажется, он понимает то, что в ближайших час ничего не произойдет. Роман, вы слишком пессимистичны, мне кажется. Я реалист. Я суровый реалист, я прекрасно понимаю, к чему все идет. Я на своем веку уже повидал этих игр столько, особенно когда игры на вылет, когда матчи очень важные, то азиатские коллективы, они предпочитают играть очень тайтово, очень осторожно. И этого у них не отнять. Но что поделать, наше дело не хитрое. Мы смотрим и по возможности наслаждаемся дотой, если таковое на экране имеется. Через две минуты будет изъят Aegis. На удивление, он никак не был использован. Ну, это шесть минут безопасного фарма. Все нормально, все в порядке. Я обычно в таких ситуациях, я раньше очень сильно горел, сейчас стал гореть немножко меньше, потому что, ну, ладно, команды особо это понимают. Вот, например, Pixie DC говорит о том, что они прекрасно понимали, к чему все пойдет. У Newbie он немножко послабее, мне кажется, просто потому, что Рубик, он там где-то может что-то где-то не своровать, что-то где-то не сделать. Если все сделает идеально, он, конечно, хорош будет. Но тот же Феникс, весьма сомнительного качества героя, там, ближе к Лейту, как по мне. Ну, его суперноу, знаешь, Лейте может пойти очень огрешить, потому что Лейте, ее слишком-то яйцо надо долго бить. Да, вот, единственное, что ДПСа может яйцо много достаточно скушать. Ну, не знаю, посмотрим, как все будет. Да и Сан-Рей не забывай, Лейте все равно. Ну, тут, опять же, до Лейта, я думаю, мы еще доживем, еще посмотрим, еще обсудим это. Я уверен, что мы доживем до Лейта. Да, тут с этим проблем не будет. Манта-стайл, Лансер и правильно отмечено. Вивер-то выходит такую прям действительно агрессию, это будет Дезолятор. Так что агрессию готов. Ну, ну. Агрессию, конечно. Конечно, агрессия. Стандартный, классический есть. Сразу видно, молодые комментаторы ничего не понимают. В общем-то, не знаю, насколько CDC действительно собираются агрессивно действовать, потому что пока... Я вот смотрю, чем занимаются Ньюби, вообще что-то непонятное. Просто, типа, тусуются на базе. Да, конечно, сейчас, скорее всего, будет использован там смог, будет какая-то попытка выхода. Это, скорее всего, связано как раз вот с таймером истечения Аегиса. Но удастся ли качественно инициировать? Ну, пока они идут вообще не туда. То есть, прям вообще идут никуда. Там на топе все слуха. Иногда команды симулируют активность. То есть, вы используете смог и намеренно идете туда, где точно никого нет. А для чего это? Блин, ну никого не нашли. Ну, мы пытались. Ну, мы пытались, что на нас наезжать не будут, что мы там ничего не делали. А на самом деле там просто пот встряхнул. Слава богу, никого не нашли. Ну, знаешь, они так выходили, чтобы встретить команду CDC, которая тоже их гангает в чужом лесу. Вот так это было примерно. Но никого не нашли по итогу. Потому что CDC просто сидят в своем лесу и фармят его весь. Ну, вот вивер-дезолятор. Вот, казалось бы, все. Все для того, что должны CDC сейчас куда-то выйти. Попытаться. Смоков мы от CDC уже давно не видели вообще. То есть, как-то Ньюби пытаются бегать. Хотя у Ньюби есть Мидас, есть Дум. Встроенный тоже у Ньюмидас. Просто фармить могут долго. Походу, CDC сами осознали, что у них лейтов и хороших героев просто намного больше. Ну, как намного, да? Условно больше. И что они смогут обиграть условного Дума. Там, либо Трайдера, благодаря линкинг-сферам, там, блэкинг-барам, прочим вещам. То есть, возможно, их все устраивает. Я почти уверен в этом. Потому что они такие, окей, сейчас соберем там две линкинг-сферы, пару блэкинг-баров. И думьте нас делать, что хотите. Лососируйте, что вам в вашей душе угодно. Мне... У меня почему-то именно такое впечатление складывается. А вот что делать Ньюби, мне не совсем понятно. Один Фантом Лансер не справится с Вивером и с Эмбер Спиритом. Учитывая то, что их в дальнейшем будет очень тяжело ловить. Ну, там на Дума, опять же, надежда, что дублэдер, если он будет кого-то отключить. Пока, опять же, это все теория. И на деле файтов мы еще не видим. Вот уже у Шик почти 2000 после бэфа. Вполне очевидно, появится какой-то блиндайгер сейчас. Сразу после бэфа. Возможно, блиндайгер, да. Вариант, опять же, чтобы не подставляться. Кстати, Лея залетает, и его будут убивать. Отличный подкоп, отличный фингер и отличные пару плюх с Дезолятором от Агрессива. Ждал там минуты полторы стейлокарадер просто в этом лесу и дождался. Видишь, терпение. Ну, видишь, обменивается пока одиночными такими фрагами. Там фидит Бестмастер, тут подфиживает немножко Феникс. Но пока ничего критического абсолютно не происходит. Все по-прежнему очень ровно. Даже если попарно сравнивать героев, мы видим, что разница между Вивером и Пэлом полтора тысячи. Эмбер, Дум вообще мизерна. Единственное, что потом идет такая плотненькая группка. Так у нас на Шики напали через Дум. Шики минус. Вот тебе и Шики, которого там тысячи хп. Вот ты Дум, вот он Шэдоу Блэйд. И у Эмбера нет шансов просто уйти. Хотя там был Инфейбл Блэйд. Секунда была, но, видимо, реманта просто не было под рукой. Очень беда. Реманта надо всегда оставлять в этой игре. А, нет, был ремант. Был. Но использован он не был. Вот он, опять же, Дум. Опять же, соло-фраг. Никакого файта и даже намека на файт. Или даже какой-то выход такой опасный был. Команды все нет. Просто идет такой тулой в инвизи. Оп, Эмбер, привет. И пока. Ну, то есть, кого нашел, того и убил. Нашел бы там Бесмастера, Леона убил. Да, любого. Неважно. Повезло, Эмбера нашел. Ну, вот Эмбер в таверну. Ну, вот, кстати, опять же, Лансер, который с тревелами. Как видим, Панатвор стоп-1. Все-таки карта он фармит намного быстрее. И Виталити Бустер появляется. И я думаю, там вариантов немного, что может появиться. Нет, но ПЛ уже становится весьма плотным. То есть, 1700 здоровья. Это не так-то уж и мало. И в дальнейшем, если он там купит какую-нибудь Тараску, у него просто Виталити Бустер там валяется. Его плотность там 200-300 здоровья. Пробивать рученькой будет весьма затруднительно. Так, у нас тут хорошее нападение. Хорошо попадает Леон Хексом. Еще и подкопчик неплохой. Хао пытается дальше пробивать, диффузирует себя. Но Жук по-прежнему висит. Жук висит. Агрессив. Агрессив пойдет, наверное, Супернова сейчас ломать. Я бы на месте команды Сидиси вообще без вопросов позавался с Фениксом. Так они и поступают. Молодцы. Нападение на Хао и успевает. Фистуами сбить, телепорт. Хао, правда, эти фузами тоже... Хао на развороте. И это будет... Его, конечно, убьют, но он пошел до конца на мужика. И Эмбер немножко не рассчитал, что там все-таки Хао, опять же, слотов имеет много. Мы это видели, мы это отмечали. Хао подрубил яйца, конечно, ничего не скажешь. И он молодец, потому что если бы он этого не сделал, он бы еще и безразмена погиб. Это было бы абсолютно... Ну что, Сидиси пойдет на Сир-2. Есть тут Кабан, есть тут Урса красная. Ну и побежали, да, тем более Дезолятор. Можно немножко попользоваться моментом. Все-таки вас вроде бы чуть-чуть побольше на одного. Плюс Феникс только что нового тратил, так что замес вряд ли будет организован. Единственное, что Бетрайдера нужно опасаться. Да нет, я не вижу смысла тут пособовлетать, честно говоря. Не, ну можно на Эльчаттерс попытаться. А тут Гардер прыгает, дом. А есть ли Ультимой? Дума, кстати, есть Ультимой. В итоге убили Рубика. Слушай, 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 ну тут сейчас еще му будут забирать тоже. А Феникс-то не будем заводить без супернового. Он просто улетает, но поймает еще одну пуху. Дезолятором, 90 хитпоинтов. И Дум отступает. Но там, правда, уже мана у всех закончилась. Из команды Сидиси надо просто отступать. Вышку они забрали. Еще пара фрагов. Просто замечательный выход для них. Не знаю, зачем они лезли, если честно. Ты про Ньюби? Да, да, для чего? Они в итоге потеряли Батрайдера и Рубика. Размена Леона. Сидиси еще вышку забрали. Там было понятно, что здесь просто самовисто. Они, если убивали, то с разменом невыгодно для себя. Они убили как раз с Келлионом, потеряли своего мидера. Напомню, Батрайдера. Это не там оффлайн какой-то, это мид. Да, тут уже, посмотри, у Шики появляется Кристалис. У Бистмастера там появляется, кажется, Блинг Дайгер. Да, так и есть. Блинг ГМ, да, полный комплект. Это и Вивер. После Дезолятора, я думаю, что-нибудь возьму тоже интересное. Посмотрим, что. Ну, от БКВ, я говорю, просто беру с себя. А почему бы нет? Правильно, правильно. Вот тут вся задача сейчас в том, чтобы заивейдить этого Дума или Батрайдера. Ну, в идеале, конечно, было все, но это технически тяжеловато просто. Там скоро у Бистмастеров начнут появляться лотус-орбы разнообразные, что еще больше усложнит жизнь команды Ньюби. И вот как это все обыгрывать? Просто в Доте сейчас, если ты собираешь правильные артефакты, обыгрывать вот эти точечные заклинания или какие-то ОЕшечки, их весьма, ну, не то чтобы просто, но не так тяжело, как раньше, когда не было, допустим, того же лотус-орба. Сейчас ты просто повесил, прыгает Батрайдер, он никого не тащит, они там друг друга золососировали, стоят, крутятся, вертятся. Ничего интересного не происходит. Ровно тот же принцип и с Думом. Дум кинул, сам в Думе, все, бегаешь бесполезный. Ну, типа, все равно Дум будет закастован, поэтому... Свою задачу первостепенную Дум выполнит. А Дум просто непонятно, кому-то хуже. Ну, да-да-да, потому что немножко не та игра, где Дума себе дает свой ультимейт, и все, он файт выиграл. Просто какой-то шестислатой вивер, такой подумает, почешет свои усики, ладно, пойду подерусь. Даст три тычки и убьет пару героев, и подумает, что Дум-то не такое уж и страшное оказывается. Да, там же физдайма в большей степени. Ну, вот он, Смоук, ATDC, их не видели. И это будет просто выход на Рошан, или попытается кого-то сейчас найти, какого-то соло-героя убить, не жаль, а там засада, да, и походу намечается первый нормальный файт, я надеюсь. Надеюсь, на этот иллюзии сейчас не будут. Да-да-да, Гардер прыгнул. Гардер едва не психанул, кстати. Слушай, а там спалились, что иллюзия получила дэмэдж? Спалились, и хорошие фисты, кстати, учуяне могут быть проблемы. Тулея тоже зацепили, Тулея очень быстро фокусят импетус, улетает в форстаф, Гардер не успел дать палец, поэтому, возможно, кого-то здесь не добьют, например, какого-то ПЛа. За ПЛом отправляется дальше, шики. Такие минус на Хао, Феник взрывается, что, они пытаются улететь, пытаются улететь отсюда и Феникс, и в итоге улетает, но вот у Батрайдера проблемы, импетус, оп! Еще раз, надо, не видно Батрайдер, Батрайдер форстаф есть, и нет, никак отсюда не уйти, просто топориком их зип, все прорубил, и Вижен дал. Так и снова, снова один Леон, размин уже на трех героев, ну, разумеется, не убив, огромные минусы. Возрастает. Да, Леон доволен, говорит, ну, полигзов, верните, 20 секунд, 30, почему бы и нет. В итоге это минус Рошан, под дезолятором, под свармом, и Сидиси приближается к победе. Знаешь, счет 1-11, но... Как-то это у Лансера очень быстро выпивает Амберспирит, про что мы и говорили. Хотя Амбер отставит от Лансера на большую сумму денег, но это Амберспирит, это фисты, это одна кнопка. Опять проблема с Думом, опять проблема с непонятным Думом, потому что и в прошлой игре, и мы с тобой говорили, и аналитики наши потом говорили, нажми кнопку, напади сам первый. Ты не можешь выдержать нападение на себя, все. Либо ты покупаешь блокинг-бар, и тогда ты все нормально нажмешь, но как бы КБшку тоже надо прожать предварительно, желательно. Там постоишь в саде бестмастера, условно, но не факт, что тебя успеют за это время убить. Но... Либо ты просто в Шаду Блэйди заходишь, и первый начинаешь месить людей. Если ты этого не делаешь, что в прошлой игре, на примере Дума от Вич и Гейминг, что в этой игре, на примере Дума от Ньюби, мы наблюдаем одну особенность. Дум не делает ничего. Ну, зато дело в Сидиси. Да, там игр полный комплект всего. Hyperstone. Это будет... Если это будет как раз, это будет просто огромный минус армор. Ну, а Ньюби, да, Ньюби бездействует в данный момент. То есть, Ланцер есть, он что-то фармит, Феникс тоже что-то фармит, вот будет даже Шива какая-то. Дум, хотим от него ультимейты, хотим, чтобы Ньюби использовали смаки. У них есть батрайдер, у них есть шикарный герой для инициации. Ворвитесь, попытайтесь. Почему к вам идут Сидиси? Ну, вот они опять же сейчас идут Сидиси, а почему бы и нет? У них и Эггстер есть. Гардер готов ворваться, Шики также готов, а Ньюби стоят и дефят с своим батрайдером. Да, с людьми уже неплохо расправляются Шики за счет своих фестов. Да, да, да. Они уже там не особо долго живут. Плюс Вивер мы видим через Дезолятор, Вышки срезает очень качественно. И Вышки, и Героев, да, абсолютно все. Дезолятор очень клювый артефакт, он стоит копейки, но для Вивера дают просто огромное количество. ДПСа? Ну, и вот она, Шива от Дума. Кстати, а что тогда Феникс фармит? Лот Сорб? Возможно. Потому что уже тогда Шива вторая не нужна. И Ланцер, рецепт на Тараску, наверное, есть. Лентер и Диффуза. На Тарасочку. И Тараска уже готова, там должен быть где-то Ривер в Курьере, скорее всего. Да, да, да. Ну вот, уже 2700 хп. Казалось бы, много. Но... Вроде бы, да. Но если у тебя вцепится какой-то Вивер... Ну, смотри, урона у самого Паэла сейчас не слишком большое количество, естественно, никакого дэмэджа не добавляет. Под Волком нормально, вот, видим. Да, под Волком замечательно. Да, все-таки там почти весь дэмэдж белый, поэтому и бонус идет неплохой. Но, допустим, Волка нет, у тебя 190 атаки с руки, Вивера ты поймать не можешь физически, потому что у тебя Дум непонятный и Бэтрайдер непонятно чем занимается. И, собственно, Вивер тебя просто бегает и бьет. Ты Вивера не бьешь, Вивер тебя бьет. Там математика, все дела. Ты умираешь, Вивер не умирает. Так, у нас тут были еще одни жучки. Но обошлось опять без кровопролития. И Дидаллус. Очень миленько. Поджимают, Сидиси просто поджимают со всех сторон. Уже Ньюби не могут элементарно выйти куда-то, отпушить линии, потому что они там умирают. Нужно стоять где-то возле рампы, только кушать крипов здесь. Просто Сидиси делал эту игру. Еще именно Адонис отпушит, там линия пропушила достаточно сильно. Потому что Айгис скоро дропается, повоевать Сидиси хотят. У них есть с чем воевать. Это Бисмастер, это Леон, это две мощных инициации, я врываюсь и не хочу. Агрессия в 1400. Ну и на базе, просто ждут, просто стоят. Вот надежда на Батрайдера, как он круто может ворваться, кого-то подцепить, на рампу назад завести. Как раз таки может Батрайдер сделать многое. Ставится вард, Ньюби, его спалили и вардик падает, да. Ну и Сидиси, да, он летает вот вниз, отпушивает Амирс перед линию, остается на центре. Поджимает, поджимает, понимаете, Сидиси. Врыв и реакция от Икзи просто шикарная. Гардер, подкоп, есть по Му, Му надо убить, Му погибает, Му ничего не прокастовал, подкоп по шике, да ничего страшного. Дом, 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 бесполезный. А, сейчас бы надо им бесполезно поиграть. В 2016-м у нас тут Ле тоже улетает, он уже свою супернову успел потратить, и Вивер срезает очередного тонкого персонажа, в этот раз им оказался Рубик. Я не знаю, у меня просто нет никаких комментариев на тему этого Дума. Не то, что там должен был сейчас Дум кастовать куда-то на развороте, но вот опять же... Ну, а остальные там все нажали. Этот герой есть, но от него проку нет. Ну, ладно. Прок только что он Шиву дал и землю нажал, вот это все. Больше ничего. Может, бинт слетел, я не знаю. Может быть. Надо мышкой, знаешь, наводить. Причем, блин, он прокачивает последнюю на 16-м уровне. Возможно, не стоит плюсы вкачать. Так, ладно, что-то увлеклись уже. CDC могут ведь дальше продолжать нагнетать. Вообще, может просто Ember Spirit стоять на отспаме, там, фистами работать, а Вивер в это время совершенно спокойно через дезолятор вышку подгрызать. Да, да. Эта схема может работать, я думаю, замечательно. Он еще и керасу сейчас себе соберет. Да, с керасой будет вообще шикарно. Армора много и пушит. Опять же, графики не огромная цифра ведь, согласись. Но на деле все много печальнее. Там все-таки, опять же, Феникс с Медасом, Дум со своим Деваром, который дает много-много денег. Лансер 2 800. На деле, вообще, кажется, если сейчас где-то между иллюзией ПЛа затиснется пара персонажей команды, они просто умрут. Да, погуляют там на рубик своем. Попадут под горячую руку у Эмбер Спирита и просто умрут от его там безумного количества прыжков. Да, вот, блин, Даггер также у Эмбер Спирита появляется. Мы его предрекали намного раньше, но он в этот момент решил собрать. Да и по сути прав. Так даже лучше, да. Да, он и фармил там чуть побыстрее, а Дракта вроде особо и не было, поэтому Даггер ему этот особо и не нужен был. Сейчас вот CDC уже перешли в более-менее агрессивную фазу и начинают поджимать. Возможно, после следующего Рошана действительно отправятся в бой. Такая настоящая дотка на последний матч игрового дня. Такая китайская, активная. Ну, хотя, слушай, а фрагов-то не так мало, если так посмотреть. 12-13 счет. Ты можешь бесконечно долго наводить хайп, но я знаю правду. Пока что у Ньюби все очень плохо. И я не знаю, как они будут выбираться из этого весьма затруднительного положения, но тут уже CDC, мне кажется, должны накосячить, потому что Ньюби... Ладно, Ньюби тоже должны сыграть чуть лучше, чем они играли до этого, потому что Тулей, а пока не видно. Тулей, появись в этой игре. Ну, Тулей может не видно быть в игру, но потом в конце он может такой дум выдать, что это может повлиять на исход файта, поэтому надо ждать. Пока что все его действия влияют на исход файта. Это пока, да, да. Правда, не в его пользу не получается. Шики отпушивают линию. Ему бы травела бы купить в идеале, это Мэмбер Спириту. Даже можно в Facebook составить, взять просто еще травела одной пачкой. В идеале это будет прям супер полезный Эмбер, который будет отпушивать, назад возвращаться, отпушивать, назад возвращаться. Ну, это стандартная, в принципе, практика. Тут Шики такой просто был более агрессивный изначально, хотел убивать побольше. Да, нужно больше дэмэджа. И внизу сейчас Феникс, Бэтрайдер и Рубик, на которых могут выехать сейчас Сиги и Си. Плюс там этот Лион. Чуань увидели. Чуань уходит на Форстафе. Очень аккуратно Чуань играет, не подставляется. Не очень хочется с турнира вылетать так быстро. Все игры проиграть, и как-то неправильно. Неправильно это. Да, совсем что-то неправильно. Кстати, Феникс потратил Икарус, а это значит, что уехать у него больше никуда не получится, хотя не удалось нападение у Си Ди Си. Попытка контратаковать. Вот Ньюби ловит Анику. Энчантрыс 500 хитпоинтов, 700 хитпоинтов. Продолжает убегать. За хилл подрубил. Му тратит еще и ласу. Все ультимейты. А где Дум тогда? Я не знаю. Ладно. То Лой сейчас должен был как раз таки в этот момент кастануть Дум, знаешь, когда там уже все хп нет. На 50 хп. Да, да, он должен был, да, типа, вот. Выкусите. И вот она Кираса у Вивера. Слушай, ну они сейчас могут попытаться напасть. Иллюзи просто в секунду один крит, иллюзи нет. Икзи прыгает на Феникса. Не совсем понятная цель. Икзи-то убивают, Икзи минус. А почему Феникс? Ну, потому что просто хотел нажать на него. Я не знаю, почему. Это была самая непонятная цель, потому что Феникс уже дал свой прокаст в предыдущем замесе, который был там 20 секунд назад. Соответственно, на что был расчет с этим Фениксом, не ясно. Ну, поймает, кого угодно будет полезнее в разы. Вот и камбэк подъехал. Возможно, и камбэк подъехал. Возможно, сейчас CDC несколько остепенятся и не будут уже так опрометчиво залетать. Потому что если бы у меня спросили 10 минут назад, попрутся ли CDC в меньшинстве под хайграунд противника, я бы сказал, хренушки. Но сейчас произошло именно это. Они за эту ошибку поплатились и больше такого делать не будут 100%. Вот Феникс, лотос орк уже на подходе. И Рошан есть. И Ньюби попытается его забрать. Там рядом есть, в принципе, Тулей. Тулей приходит. Еще бы Хао. Хао тоже близко. CDC об этом не знают. Бейсмастер еще в таверне долго. И ультимейта не будет там еще дольше. Поэтому, походу, CDC Рошана отдает. Слушай, не так он быстрый падает. Если сейчас сидишь, он прямо сейчас выдвинется. Они не знают. Они не знают даже. Может, они... могут предполагать. Только-только попинговали. Только-только попинговали. Ну, почему ястреба нельзя было сразу отправить туда, на этого Рошана? Почему ястреб вообще не в коллдауне висит? Ну, да. В итоге Рошан падает. Там... Рошан чуть совсем нехотя падает. Ну, да-да. Медленно. То есть, если бы CDC хотели бы, пришли бы... Задэфили бы его. Я думаю, они могли дать хороший бой. Но, видишь, они не прочитали, видимо, этот момент. Может, немножко испугались. Испугались, да. Да, тут уже и Сыр, и Эгида, и мы видим... Лоту Сорп уже у Ле готов. И такой ланцер, знаешь, запакованный... Солидно. Диффуза уже вторые. Ловкости там очень много. И в Смоках побежали. Побежали вниз. CDC пока никто не отпушивает. Какой-то Эмберсприт, возможно, прилетит. Но пока нет. Опять же, CDC просто не лезут. Говорят, ну, забирайте вам тамбор этот, ваши крипы. Нам все равно. Гардер на топе. Шики на топе. Вдвоем. И остальные на базе стоят. Просто не поставляется. Опять же, очень-очень аккуратно. Не лезть. Вроде CDC у них они сильны. Они только что нападали на рампу, фактически заходили. А теперь они понимают, что они все так просто. Отдали два нижних фрага, все. Да, там вот крипчики подходят еще по миду. Поэтому, естественно, их нужно пойти отпушить. Все-таки денежки халявные. И на топе тоже крипов очень-очень много. Поэтому там тоже должны отдать. Более-менее фармящими героями, возможно, по Элу. Вот он, Black in Bar. Вот про это я и говорил. Если ты боишься, что ты не сможешь нажать кнопку, купи себе БКБ, нажми кнопку. Ну, там Бистмастер, понимаешь, это опять же обидный рор. Но там Лотус Арбы, там уже все немного усложняется. Ну да, Лотус Арбы попроще будет. Сейчас, действительно, сама схема боя, она становится намного-намного сложнее с появлением всех этих артефактов. И тут уже зависит многое от того, кого от чего больше предпочитает спасать. То есть, каким заклинаниям, каким дизейблом отдается высший приоритет. Я уверен, что от Бистмастера будут сразу же сейвить Лотусом. 4 стольмерс перед. Ну, еще 2000 сверху у Байбайка. То есть, по сути, уже можно начинать собирать себе что-то более-менее огонное. Так у нас тут Лион и пальцем Феникс он протыкает. Ну, все очень просто. Там Патрайдер полетел, телепорт сбивает своим лассо, благо линза есть, поэтому рейндж там просто огромный. И гардер. Ну, опять же, размин, получается, саппорта на саппорта. Ничего страшного. Ну, и Чуань улетает на базу. Опять же, никакого полноценного поэта не было, просто размены. Притом без обидных саппортов. Да я просто смотрю на вот это, пацана, и думаю, хорошо, Ньюби, вы молодцы, у вас все замечательно. Но если вдруг вы где-то немножко накосопорите, и Эмбер Спирит просто пару раз нажмет фисты, их же просто не собрать будет воедино. Ну, вот, кстати, это Скази должно быть. Или Линкенсфера еще одна, возможно. Линкенсфер, кстати, там может быть тоже. Даже нам будет полезнее, чем Скази. Скорее всего. Там все-таки... Ой, нападение на Дума, какой замечательный, никого не оказывается рядом. Вот эти форстафы, они больше в боках будут. И БКБ нажал Тулейн, ну для чего, в тебя летит импетус уже, ну смысл? Ну, он хотел кнопку нажать, все дела. Ну, вот это любят некоторые проигроки, там 100 HP, ты нажимаешь все кнопки, там Death Profit Ultimate нажимаешь, там Black Callы даешь, хотя ты уже все, ты мертвый. Ты там от Радианца догораешь? Да, да, ну ты нажмешь, типа, а вдруг, а вдруг. Импетус БКБ пробивает? Ну, а вдруг, а вдруг, Black Call выключает Радианц? Да, ну, всякое бывает. Да, вот она Линкенсфера лишняя, это уже вторая, я так понимаю, на команду CDC. Да, первая там у Вивера, вот они как раз шли. Шикарно, две линьки. Опять же, это хороший подсейв. Мы, правда, видели Линкенсферу на прошлой карте, но тут, я думаю, это будет удачно реализовано, потому что вот CDC тут играет все-таки с позиции силы и идут в атаку сами. Они ждут, пока к ним кто-то придет. Ну, Лансер с Айгисом, 5200 золота, и скоро это Айгис уже дропается, поэтому, возможно, Ньюби с тем же Батрайдером захотят кого-то прийти и убить. Но CDC играет аккуратно, они, во-первых, бегают вместе, они не подставляются, поэтому Ньюби не могут никуда выйти. Как ты придешь? Придешь же на Гардера, там и к Зире, там, с ультимейтом, с Некрами. И, ну, привет, приходи. Да, команда 5, режим, конечно, подрублен и у одного и другого коллектива весьма жесткий. Единственные, кто отделяются немножко от команды, это Керри. Вот мы видим, там, Вивер бегает где-то в фарме, тут к нему Хао иногда подбегает. Ну, просто они знают, что их поймать достаточно затруднительно. У Хао еще и Эгида имеется, то есть его, по сути, тяжело убивать. Но Вивера просто поймать весьма-весьма тяжко. Ну, и когда же начнутся у нас следующие стычки? Потому что Эгида вроде как управляла по этому инициативу в теории, должны проявлять Ньюби, но они этого не делают. Ну, а Игорь сейчас дропнется, и знаешь, что нужно будет делать? Нужно будет ждать. Так они и будут ждать. Без Аиги, что еще остается делать? Ну, кстати, купили много гастов, и возможно, действительно, нужно задуматься о том, чтобы пора купить Дефузил Блейд, потому что без Дефузов пробивать будет непросто. Ну, у Вивера там МКБ на подходе, насколько я понял. Да, там слотов нет у Вивера, а кому брать, даже не знаю, потому что, ну, там скоро являемся, просто все купят гасты, и типа иди нападай. И Безмастер, Инчай, я думаю, кто угодно может купить? Я не думаю, что есть серьезный дефицит денег, хотя он Чандрос действительно последний Нетворс, меньше, чем у Рубика. Так, у нас тут фестирование очередное, крипы очень быстро разваливаются. Все, дропается Аегис, я думаю, Сидиси тайминг есть. И... А сейчас как раз таки хотят воевать, Сидиси знают, что Аегиса нет. Приходит Леон, Леон, подкопать, хоть кого-то, Хау рывается Гардера, Гардер очень больно, Гардер должен-то погибать. Агрессив, подумал, подумал, не подумал, посмотри, как же он больно бьет. Как будто на него дум вообще не висит, на его-то пошел Тулей, Тулейн, агрессив на развороте. Тулейн тоже, наверное, не помешало немного подраться, в итоге мы видим слишком жирные герои у команды Ньюби. Энчантрыс последняя, кто тут хоть как-то пытается убивать людей, но много фантом-лансеров, просто слишком много. Вивер после байбека возвращается для того, чтобы добить Дума, и с Думом он справится. А с ПЛом... Ну это не окупает байбек, это вообще не окупает. Это вообще не окупает, забери, забери, выложи этот кен. Да, да, да. А, ну курьер, курьер, курьер. Ну, файт-рекап давайте посмотрим, там, я думаю, очень много интересных цифр. Ну вот так вот. Да, это байбек, Вивер его не окупает, четыре героя. Ну вот он, понимаешь, всю игру Тулейн не давал Дум, но вот этот дал Дум, зато какой. Дум на все пять Думов, которые он не давал до этого. И Вивер, казалось бы, он бьет, бьет, ну и сам Тулейдер, скритует своим волком. И баттерфля еще от Лансера. Как же все меняется. То только что не убедив или базовую, все происходит наоборот. И Эмбер 39 секунд его не будут, возможно, присутствовать байбек. Потому что Лансера не отпушит, Вивер один не отпушит. Сколько иллюзий, сколько грипов. Восемь тысяч перевеса, то есть такие жирные иллюзии просто к ней убедят назад. О, агрессив, он ведь байбек, нельзя погибать, агрессив еще один удар. Нет, агрессив, он только выкупался. И Гардер тоже после байбека сейчас должен возвращаться. Мы видим, что Леона практически добивают. Еще был байбек сделан на тембр спирита. Шики, не взял из байбека. Шики, пока живой. Да его сейчас просто развалят. Хао отступает. Хао решил не рисковать. Вот так уже слишком глубоко залезли ньюби. А у него Тараска, он отхилится сейчас. Он отхилится, вернется. Там еще Санрей. Му, погибает крит от Шики, выбивает. Рор. И Рор в ответ к в Игзи. Хао, Хао живет пока Хао. Он импетус и от кюб без шансов для Хао. Минус Хао. И от дефили даже без вивера. Пытается уйти Ле. И это не конец. Если вы думали, что это конец, то вы ошибаетесь. Какая 50-ая минута? Какой конец вообще? Это early game закончился. Сейчас мы в mid-game переходим. Мы вообще про 80 примерно говорили. Да. И вот он. Очень интересный получился камбэк. С учетом того, что действительно там много персонажей у нас сделало байбеки. И вроде как должны были CDC нехило просесть. Но в любом случае они в небольшой плюс для себя все-таки подрались. Потому что игра продолжается. Это очень важно. У вивера скоро должен появиться манки кингбар. Я уверен, МКБ скоро должен себе еще и Шики начинать собирать. Потому что... А что еще ему можно собрать? Нужно будет попадать по ОПЛ. Определенно нужно будет... Ну да, без МКБ сделать вообще ничего. Кстати, у Пэйла закончились диффуза уже полностью. И грейджины заряды также были потрачены. Так что возможно он будет сейчас их обновлять. В смысле, что вообще абсолютно новые соберет. С этими, правда... Ну, может быть. Грустно оставаться. Но пока еще не столько много денег прямого Ланцера, чтобы... Там еще маншард можно купить. Не, ну пока-то он на первом месте уверенно идет. Ну да, 3500, 22000 евро. Слушай, да, Ланцер-то... А что у нас по графикам? Рустам, подскажи, пожалуйста. По графикам у нас все совсем ровно. Естественно, для такой минуты 5000 это вообще ничего не значит. По опыту тут даже говорить ничего не буду. Ну да, там в процентном соотношении не больше 10-15% разницы между коллективами. Это действительно абсолютно незначительно. Я говорю про разницу в деньгах, естественно. У Enchantress на подходе Аганим. Вот это тоже очень важный момент. Здоровье, конечно же, немножко подрастет. И наваливать станет еще больней. Это должен быть рефреш. Да, ну вот. Вот еще одни диффуза покупаются. Все-таки покупают диффуза, да. Это должен быть рефреш от Дума. Потому что Дум в Эмбера и Вивера, если это будут все прокастованы, это легкий файт. Ладно еще в Вивера он будет быть, но вот Эмбер без своих фистов он бесполезен. Поэтому Эмбер сейчас и покупает себе Блокинг Бар, чтобы осталось как можно меньше заклинаний, способных пробивать в БКБ линку. БКБ нажал и бегаешь. Да, то есть ты либо Лосо сожрешь, либо Дум сожрешь. Но там еще Рубик, правда, остается со своей. Да, есть теория, которая что может собрать там какую-то... Да, да, да. Вот. Поэтому тут нужно быть очень осторожным. То есть БКБ линкенсфера это еще не панацея в данной ситуации. Казалось бы, да, решению всех проблемы, но на деле нет. Вот Рошан с Ираеги стоит, ждет гостей. Ну, посмотрим, кто тут пойдет. Возможно, там будет очень важный файт. Потому что что CDC, что Ньюби, страшно туда будут идти. Ястреб полетел. Некрас с кабанами. Два кабана подпушивают топ-линию. Неплохо, так знаю. Сейчас, я думаю, Тауэр могут побить. Ну, там Хауэр. Там Хауэр в защите стоит. Да, Некров покушает, пофармит. Три, двести золотов от Амлансера. Шесть слотов. Я даже не знаю, что ему менять. Да ему уже толком ничего менять. То есть, ну что можно поменять? Теории даже. Вот что можно? Нет, все слоты нужны. Возможно, Тараску поменять на скаде, на какой-нибудь. Ну, только если да. Что-то в этом духе. Ну, просто потому, что по статам оно там плюс-минус одинаково. Разница, я просто считаю, возможно, незначительная. Но там эффект замедления и все такое. Не знаю, что ценим больше. Ну, демоджи больше. То есть, Тараска для силовиков хороша идет. Ну да, там еще немножко урона все-таки добавляется. Ну, и Вивер, Демонейдж, ну и Вивер, Вуди, там КВ, разумеется. Просто были только что спайбэков, ребята, поэтому деньги, соответственно, потеряли. Феникс на подходе, кстати, Хекс. Тоже с Хексом будет весело. Так, там Бэтрайдеры, я смотрю, заливаются сейчас напалом. Никого не могут пока обнаружить. Кьюбик. Кьюбик. Чантрас, лассо пошло. И Чантрас просто продать. Не лезть больше CDC. Не лезть. Слушай, полезли. А, действительно, лезу там у гардера. Серьезные траблы гардера забирают. Агрессив просто бегает вокруг яйца. Ну, ты либо бей, либо беги. Непонятно, чем ты вообще занимаешься. Агрессив дает два удара по Хаоу. Проверил, говорю, да, что-то сложно его, наверное, пробивать. Наверное, убегу, пока я на базу. И уходят два керри CD и Си действительно на базу. И будут пытаться сейчас как-то отпушивать. Да, Бейсмастер еще после байбэка, что? Да, но он только что выкупился. А, он только что выкупился. Я думал, он умер уже после байбэка. Там энчандресс погибала. Я думал, что они сейчас просто ее продадут и уйдут. Они решили зачем-то ворваться для чего-то. В итоге сейчас это, ну, на Рошана идти втроем против четверых героев. Я не знаю, на что там можно рассчитывать. Даже там Вивер, даже там Эмбер. Фисты Эмбера, они всегда на Рошане очень каверные штуки могут вытворять. Если сейчас Ньюби будут стоять на Рошане, они пойдут сейчас куда-то в обход и пытаются найти там этого самого Эмбера, который... Есть байбэка, это энчандресс. Ладно, вот это уже разговор другой. Все, два байбэка потрачено. Там у всех штрафы висят. У кого-то больше, у кого-то меньше. Тем более ни Вивер, ни Эмбер не обладают деньгами, чтобы потом байбэк сделать. Там надо купить себе без МКБ тоже. 76, ну, надо МКБ. Вивер без МКБ просто лансар не убьет толку. Да, я только что видел, как он пробивал. Это было жалкое зрелище. На такой лазер с Тараской, с выторопляемым. Ну, тут лучше реально купить МКБ, чем байбэк свой оставлять. Ну, тут действительно нужен ультимативный урон, то есть, который... Такая игра Бабанк своеобразная. ...не шансов не останется. Не, просто есть артефакты геймчейнджера, есть нет. То есть, там к не геймчейнджерам можно отнести из топ-тира артефактов, я не знаю, какую-то керасу условную, да, которая вроде что-то и добавляет, но по факту можно и без этого обойтись. Лучше байбэк себе приобрести. А если речь касается про, там, Аманки Кингбария, которая тебе добавляет просто, там, 35% урона против этого парня с воротами. Так что, да, это совсем разные вещи. Все будет. Гардер, ну ты же под хайграундом, чувак, тебя же видят. Шевелин. И уходит Гардер. Боже, как он оттуда ушел. Вот райдер, врыв, есть, на кью, энчантерс должны очень быстро убить. Энчантерс минус, тулей, 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 пока ничего не кастует. Надо будет убить агрессиво. Просто убегает Сидиси, просто убегает. Некров отдают. И какой жуткий замес вообще от Сидиси. Будто они вообще слабо понимают, что происходит. Этот Леон под хайграундом, я думал, быстренько по темечку настучат. Но ему чисто повезло, что он там не умер. Ну и, слушай, Сидиси-то отдавать не хотят. Да, там Шики, у него очень хорошая позиция, чтобы фисты раздавать. Не могут Экспар зайти на Рошана на халяву, не получится. И арестуют план, а давайте пойдем на мидл. Давайте убьем там Тауэр, там будет, может быть, попроще. Можно там, если что, и файт навязать, а они чатерста не будут очень долго. МКБ от Вивера не будут у него байбэка, выходит, опять же, артефакт ва-банк. То есть, если Вивер погибает, байбэка у него не будет. И Вивер уже, скорее всего, в этой игре в принципе не появится. Да, очень опасная ситуация. Конечно, агрессив плотники, там все-таки 30-ка брони, там 2000 здоровья. Это немало. И убивать такого Вивера относительно тяжело. Но, честно говоря, мне кажется, такому фантом-лансеру уже, мягко говоря, пофиг. На то, сколько будет там у противника здоровья и вообще там армора и прочих вещей. Сложно заходить. И Нарошана сейчас на мидл пришли. Там все-таки Эмбер со своим блинком прыгает. Критует всех, крипов убивает. Ну и снова Нарошана. Не так быстро, как хотелось бы, убьет. И CDC успеет под вардом. Вард убивает. Окей, Ньюби об этом знает. Ньюби с Нарошана уходит. Му летает, есть лосо. Му поцепили хиксом. Му живет. Шики. Там Хао вписался вроде бы так, не кисло. Начинает впитывать урон. Отходит Хао. Супер нового. Отлично ставится. И Дум поймал Агрессив. Думайте, Легенес. Купил МКБ. Купил МКБ. Агрессив минус. Не будет его 100 секунд. 100 секунд без Вивера. Если Шики не закритует, то ситуация для CDC будет абсолютно проигрышная. Шики. Успел немножко пофестовать, но в итоге вынужден отойти. Естественно, вынужден отойти. Ну и что сейчас будут делать Ньюби? Интересно. Потому что убили Вивера. Врываются Шики. Ну очень-очень нагло, очень рискованно играет. И Ланцер там убивает. Инчантрес убивает в очередной раз. В очередной раз у Инчантрес нет байбэка. И минуту ее еще не будет. Так же, как и Вивера. И скорее всего будут по миду заходить сейчас Ньюби. И будут абсолютно правы. Я даже не знаю, смогут ли зайти. Опять же, там Эмбера. А ультимейты у Ньюби закончились. Там остается столько рубик ультимейт. Смотри, Хао как прыгнул. Хао как нагло-то прыгнул. Вообще он могло. Могли так звезды сойтись, что он бы сейчас оказался рядом либо с Бисмастером, либо с Эмберспиридом. И тогда бы он их просто не пощадил. Но он пока не щелит бараки. Клейф нажимают. Интересно очень решение. Просто пытаются тянуть время. Понимают, что так, что так. Сейчас они все потеряют. Рапирку нам хотят намекнуть. Спасит ли рапира? Вопрос. Рапирос всегда спасает. Нет. Ну, хотя бы на один замес. Ну, чтобы отдать Хао рапирку вместо Блиндайгера. Вот только для этого. Я даже не вижу, что эта рапира может как-то реально спасать. Ну и вторая сторона также падает. Еще 10 секунд не будет. Вивера и энчантры срываются. Моу, подцепили Шики. Шики, если что, будет байбэк. Шики минус. Байбэк моментально надо делать. Байбэк делается. Но барак ринжевой. Нет, отходит, отходит. А отступают пока что. Действительно, немножко испугались. Уйти. Там опять же лосов кулдауни пока что. Байбэки потрачены. Эмбер без денег. Дарапиры теперь уже точно далеко. Да, конечно, очень серьезный дефицит ресурсов. Ну вот. Вот это уже графики стали более-менее интересны. Ну, сейчас вот CDC пойти на Рошана. Вот за счет этого байбэка как-то положить Аигис себе в карман. Но Ньюби, а дадут ли его просто так? Ньюби-то рядом. Дум ультимейт есть. БКБ из ШВ есть. Шесть пятьсот есть денег. И... Тулей, Тулей. Там микропокемоны сейчас умирают и Вижен исчезает. Они специально кого-то ждут. Оп. Оп. Тулей приходит. Агрессив забирает Аегис. И просто удар Леона. Нет. Леон без байбэк. Агрессив пытается уйти. Хекс плюс Дум. Но он с Аегисом не самое верное решение на самом-то деле. Окей. Убивает Вивера. Не, ну слушай. Тут суперновая. И вроде бы как раз под появлением Вивера она должна будет сработать. Так что у Агрессива могут быть траблы. Да, вот его застанило. Его сейчас будут начинать убивать. Его действительно очень сильно разваливают. Агрессив пытается убежать. На шокучах. Тут Эмбер. Отличные фисты. Но мало, мало урона. Не хватает. Агрессиво цепляют в телекинез. И не отпускают отсюда. Опять у него нет байбэка. Опять хорошие фисты. Но в этот раз нет. Успевает. Эмбер живой. Просто бессмертный Эмбер спирит. Все побитые. Окей. Снова Вивера нет. Полтора минуты. Снова Сидиси дефит втроем. Смогут ли Ньюби опять зайти? Вопрос. Ну видишь, как Феникс грамотно сейчас захиливает? Я думаю, должны... Ну, они в любом случае забрали уже в правильную сторону. Да, они должны забирать сейчас верхнюю линию. Там приходит в гости Экзи. И пытается улететь. Улетит ли? И улетает. О мой бог. И просто уходит. Очень курьезный момент. Нет, шики, слушай, даже без Рапиры дефят неплохо. Хау он уже почти перестал пробивать. Но вот была бы Рапира, он бы, наверное, всех поперебивал бы там на этом Рошане. Ну вот это если бы ДК был... Да, да, да. Если бы там еще преимущество Сидиси было. Если бы там не было бы еще чего-то. Пока что просто горит верхняя сторона. Да, это минус рейджевой барак. Там еще мы видим Бэтрайдер на подстраховке висит. У Феникса тоже там скоро уже будет Супернова. 30 секунд до нее осталось. Нет ультимейта у Бисмастера. И Хау просто на халяву собирает казарму мечников на верхней линии. Остается ниже линия одна. Да, можно отойти, можно пойти просто вниз тупую без скрипов. Ну, почему бы нет? На центре на топе линии пропушено. Да, и Хау заходит. Он Стараска, у него 9000 золота. Он с Муршардом, ему просто некуда уже класть деньги. Дум, 7700. Говорит, мне Рафрэш не надо, мне одного хватает. И Му полетел. Полетел. А там Курьер просто все палит. В Кью ворвались. Хекс на Му. Кью пока живой. Кью пока живет. Но, опять же, не совсем долго он уже живет. Минус. Энчантрас. И снова без байбэка. Рубик в придачу еще и Хекс ворует у Леона. Очень полезный скилл. В итоге сейчас Хекс и у Феникса, и у Рубика. И Хау. Хекс получает. Хекс в ответ на Гардера. Игзи врыв. Лотусорп работает не в пользу. Игзи ставит Супернова. Слушай, Леон неплохо, вроде пробивает. Да, но вот Супернова может испортить настроение команды CDC. В итоге станда Вивера не достает. Но, в любом случае, Хау слишком мощный. Просто невероятно мощный фантом-лантер, который прогоняет от бараков команду CDC. А сам в это время просто организовывает мега-крипов. Пока его команда развлекается с агрессивом и компанией, это действительно мега-крипчики. Притом CDC пока не пишет. Гуд гейм. Шеки. Шеки убивает. Шеки без байбэка. Агрессив остается 1 на 1 против Хау. Хау также убивает. Это гуд гейм. Но вот такая вот игра, наверное, самая долгая на сегодня. На наших играх. Сколько? 62 минуты. Да, больше часа мы смотрели за китайским дерби. Без китайских зрителей, правда, на стадионе. Жалко. Да, ну матч вообще получился весьма насыщенный. Изначально мы предполагали, что команды будут выходить в лейт. То, что у них есть вот это негласное правило, договоренность между собой о том, что в лейт действительно было бы неплохо добраться. И оказались там сильнее не CDC. К моему, на самом деле, небольшому удивлению. Но Doom наконец-то начал нажимать кнопки. И прочие его тиммейты не подкачали. Ну, Doom, я говорю, первые 30 минут бегал. Мы его там немножко флеймили. Но потом проснулся и как зарядил просто за все эти пять недодумав, просто всех начал убивать. И, по сути, исход файтов решать. Да, да.